Обстановка с ликвидацией последствий снегопада продолжает оставаться непростой. До сих пор мне поступает сообщение от жителей региона о неубранных участках на автомобильных дорогах и дворовых территориях и в населенных пунктах. Считаю, что главам муниципальных образований не хватает оперативности действий в сложных ситуациях. Первый снегопад сезона. Проверку на прочность прошли не все муниципалитеты. Между тем, календарная зима еще не началась и есть все основания полагать, что подобных вызовов погода подбросит. Хорошо сработала медицинская служба. С приходом зимы травматизм возрастает. Факт. Плюс резко возросло число ДТП. Медики бросили дополнительные силы на свой трудовой фронт и справились. Снизить показатель дорожных аварий – заботы регионального Минтранса совместно с МЧС, ГИБДД и другими ведомствами. За обстановкой на трассах следят круглосуточно. В данной системе подключены видеокамеры, работают и материологические посты, данные из которых в режиме реального времени транслируются в диспетчерскую службу. Полученная информация анализируется и в случае необходимости передается подрядным организациям для проведения комплекса необходимых мероприятий. Помогает мониторингу и горячая линия министерства. За прошлую неделю операторы приняли три десятка обращений, которые немедленно были отработаны. В наличии и реагенты, и дорожная техника, которые при необходимости поддержат дополнительными силами. Однако проблему со снежными завалами до сих пор не удалось решить в населенных пунктах районов области по целому ряду причин. В областном центре, к примеру, по качеству и срокам бьет нехватка почти сотни сотрудников на городском предприятии. Мы сказали, что порядка 50 человек не хватает. Механизаторов, да? Да, у нас водителей столько же нет. Водителей 46. Мы же приобретали технику не так давно. А получается, технику купили, водителей нет. Алексей Юрьевич, техника вся использована, просто мы не можем в две смены организовать работу. В этой связи глава региона поручил пересмотреть меры по привлечению необходимых специалистов. И сделать это как можно скорее. Позитивный пример решения кадрового вопроса в Ульяновской области есть. На сегодняшний день в приоритете отрасль ОПК. И с начала года удалось трудоустроить более 9 тысяч специалистов. Открытыми же остается более 3 тысяч вакансий. За каждым предприятием закреплен куратор от службы занятости, помогающий и работодателю, и соискателям сориентироваться в поиске. Принесло плоды и соглашения с одним из ведущих сервисов объявлений. Кроме того, налажено взаимодействие с соседними регионами. Такой опыт у нас был уже пару лет назад. И он дает тоже свои результаты. Единственное, что мы его немножко модернизировали с точки зрения реверсивного движения, кому кто нужен. То есть мы понимаем, что борьба за кадры идет во всех регионах, в том числе и во всем привозном федеральном округе. Поэтому мы обмениваемся информацией о компетенциях. Не снижается планка основного требования к региональным работодателям. Повышение зарплат остается приоритетом. Компаниям, в том числе оборонно-промышленного комплекса, выполнить поставленную задачу помогает, среди прочего, и участие в нацпроекте «Производительность труда». Буквально неделю назад пришла отличная новость из Минэкономразвития Российской Федерации, которая курирует реализацию национального проекта на территории России. Надо сказать, что все предприятия Ульяновской области, внедряющие бережливые технологии, по итогам прошлого года достигли целевого показателя не менее 5% прироста производительности труда. В общероссийском рейтинге Минэкономразвития результаты нашего региона за полугодие попали в так называемую «Высшую лигу». Положительная динамика фиксируется и в выполнении еще одного национального проекта «Жилье и городская среда». На 5% выросло число введенных в эксплуатацию жилых квадратных метров в этом году. Заработал детский сад. На улице Шигаева продолжается строительство важных для города дорог. В целом регион с задачами справляется, но без нареканий все же не обошлось. Работы по реконструкции площади Совета в Димитровграде выбились из сроков. Как сообщает в городской администрации, притворению плода в жизнь помешали непредвиденные сложности. Как часто бывает, зима наступила неожиданно, и кадры с рабочими, выкладывающими декоративные элементы по проекту под снегопадом, еще одно тому подтверждение. Время было достаточно. Все лето было. Весна, лето. Не могу сказать, что какие-то сложные работы. Значит, вопрос к контролю. Давайте, завершайте уже. Проведите совещание сегодня, разберитесь, что, какие работы еще осталось. Реально посмотрите, где можно ускориться, и мне доложите, когда объект будет сдан. Каждое начинание должно быть доведено до конца. Еще раз напомнил чиновникам губернатор. Внимание к региону сегодня со всех сторон. В долгосрочном сотрудничестве заинтересованы партнеры из Калмыкии. На площадке и выставке форума «Россия» 29 ноября пройдет день Ульяновской области, где ожидается заключение еще нескольких перспективных соглашений.